Праздник юности и надежды собрал в стенах Брестского театра кукол лучших выпускников и выпускниц Ленинского района города Бреста. На торжественном вечере главными героями стали эти счастливые, полные энтузиазма и энергии вчерашние школьники. Сегодня они сменили свою деловую форму на вечернее платье и элегантные костюмы. 11 лет учебы позади, пришло время получать заслуженные награды. Они показали высочайший результат. Я всегда говорю, это высочайший пилотаж просто в системе общего среднего образования Республики Беларусь. Потому что сегодня помимо того, что они хорошо учились, они принимали участие в большинстве своем и являлись победителями заключительного этапа Республиканской Олимпиады. Сегодня среди наших выпускников, среди наших медалистов золотых есть и победители союзного государства. Сегодня здесь победители творческих конкурсов. Гордитесь вашими детьми, потому что ваши дети не только гордость Ленинского района, а гордость нашей страны. И я думаю, что в будущем наши медалисты обязательно заявят о себе. Несмотря на все трудности и вызовы, которые приносило с собой время, пандемия, переход на дистанционную форму обучения, ребята не только со всем этим справились, но и показали отличные результаты. В этот торжественный вечер 51 выпускнику вручили статусный знак Ленинского района – статуэтку «Алая паруса». Именно этот корабль понесет ребят в их дальнейшее плавание. Качество образования в Ленинском районе города всегда было и остается на достойном уровне. И уже долгое время статус кузницы кадров по праву принадлежит гимназии номер один. Среди медалистов 18 выпускников этого учреждения образования. И все они делятся, что только благодаря работе в тандеме – ученик, учитель и родитель – у них получилось дойти до вершины достойно. Конечно, это упорная работа, это труд, который на протяжении всего этого периода и в первую очередь также поддержка со стороны родителей, со стороны школы. Родители, конечно, огромный вклад внесли за то, что это медаль на процентов 50 моей мамы. И поддержка со стороны учителей, конечно, тоже их помощь в организации работ, проектов – неотъемлемая часть. Когда еще я начинала только идти на медаль в восьмом классе, я, наверное, не очень понимала, зачем это, потому что были моменты какие-то трудности. И учителя пытались очень сильно поддерживать за это. И большое спасибо, хочется сказать, потому что у нас очень талантливые учителя, которые хотят работать, которые мотивируют всех ребят это делать. А потом уже, когда стала вырисовываться эта медаль, очень хотелось уже ее получить, как, скажем, такая своеобразная борьба с собой, смогу это сделать или нет. И сейчас, конечно, находясь здесь, я очень рада, что добилась, в общем-то, таких высот уже, оканчивая одиннадцатый класс свой. В восьмом-девятом классе, когда еще не понимал, что это такое, то было достаточно сложно. А потом уже, благодаря поддержке и родителей, и учителей, уже в десятом-единнадцатом классе это было все попроще. На самом деле, нет никакого волнения, ничего такого, просто рад, счастлив, что получил золотую медаль. Это классно, такая вот, как бы, награда за все старания. На торжественном вечере были представлены и другие школы, педагоги которой хорошо постарались, чтобы передать знания молодым людям. Среди золотых выпускниц средней школы номер 20 Мария Ющук. В зрительном зале мама девушки, которая с замиранием сердца следит за происходящим на сцене, ведь награждают ее дочь. Еще на этапе детского сада я ребенку объяснила, что это твое, твоя работа, а это моя работа. Хочешь, я буду делать твою работу, ты делай мою работу. Ну вот, как-то так, в первом классе мы все решили, где чья ответственность. И у меня не было каких-то криков, наоборот даже. Мы уже вытягивали, вытягивали, выключали свет. Просто ребенок трудоспособный очень, трудолюбивый, ну, наверное, гены. Слезы радости выпускников, счастливые улыбки учителей, волнующиеся родители, которые ни на минуту не прекращали съемку на фотоаппарат или мобильный телефон, чтобы не пропустить и секунды важного события. Все это стало неотъемлемой частью торжественного вечера, такого красивого, трогательного и волнительного. Мы надеемся, что наши выпускники, не только те, которые получили золотую и серебряную медаль, но те, которые сегодня заканчивают обучение в школе, будут достойными гражданами Республики Беларусь. Их знания, их опыт нам нужен. Нужна смена молодых, интересных идей, каких-то новых идей совершенно, потому что общество должно развиваться и дальше. Я надеюсь, что у нашей молодежи все получится. Вчера школьники, сегодня выпускники, а завтра абитуриенты. Впереди выпускников Ленинского района города, а их ни много ни мало 625, централизованное тестирование, вступительные экзамены и новая взрослая жизнь, наполненная счастливыми и яркими моментами. Субтитры создавал DimaTorzok